Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Прямой эфир» и с вами Ирина Кузина. 27 и 28 сентября в бизнес-центре Тверь на Смоленском, 29, состоится масштабное мероприятие – форум Digital Days, который должен объединить бизнес, государство и общество, организаторы правительства Тверской области, а также компания «Аксенчер» в Твери. Директор этой компании пришел к нам в студию, чтобы рассказать некоторые подробности. Дмитрий, я рада вас видеть. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, давайте раскроем некоторые детали предстоящего мероприятия и вообще для чего вы его организуете. У всех организаторов этого мероприятия есть одна общая цель – это развивать индустрию информационных технологий в нашем регионе. Соответственно, объединенной этой целью мы решили организовать такое событие, которое будет регулярным, масштабным, то есть оно не ограничивается рамками региона и которое позволит объединить все стороны, которые заняты в индустрии информационных технологий. Там всех ключевых игроков. Это тех, кто покупает информационные технологии, тех, кто их производит, те, кто готовит кадры для индустрии информационных технологий и те, кто в ней работает, то есть IT-специалистов, а также тех, кто в перспективе к этой индустрии присоединится в роли специалистов, то есть студентов, обучающихся учеников старших классов. Я знаю, что Вы открываете офис здесь, в областной столице. Есть ли какая-то взаимосвязь с организацией Вашего офиса и проведением, например, форума? Офис мы уже открыли в 2007 году, то есть мы 12 лет уже присутствуем в регионе и сейчас мы являемся одной из крупнейших IT-компаний. Более 450 сотрудников у нас работает и наша задача продолжить такое успешное развитие, расширение. Для этого нам нужны кадры, в том числе и с целью ориентации людей на индустрию, с целью подготовки кадров, вовлечения молодых талантов в нашу сферу. Мы организуем это мероприятие. Дмитрий, а почему широкая публика так мало Вас знала? Ну, наша специфика нашего бизнеса, она заключается в том, что мы предоставляем услуги для крупного бизнеса, то есть потребителями наших сервисов являются не обыватели, как, например, в случае компании, которые производят смартфоны, которые у всех на слуху, а крупный бизнес. И, собственно говоря, весь наш промо-пакет, промо-активность, они нацелены на то, чтобы популяризировать наш бренд и наши услуги в среде крупного бизнеса. Поэтому, собственно говоря, наш бренд не очень известен в среде, скажем так, обывателей. Но чем Вы можете быть полезными для тех участников, которые будут на этом форуме? Форум состоит из двух дней, и у каждого из дней есть своя цель. В первый день на площадке встретятся представители крупного бизнеса, представители IT-компаний и представители системы образования, которые готовят кадры, как я уже сказал, для IT-индустрии. И цель этого мероприятия, во-первых, дать некий обзор технологических трендов, которые существуют в данный момент, а во-вторых, рассказать конкретные примеры, конкретные кейсы, когда эти тренды внедрялись и к какому результату это привело. То есть это вот одна из отличительных, скажем так, таких фишек, употреблю такое слово, нашего форума, в том, что мы опираемся не просто на теоретические изыскания, а мы говорим о практическом применении трендов в сфере информационных технологий. Вот это первый день. Второй день, он будет посвящен IT-специалистам. Мы приглашаем много очень качественных спикеров, которые будут рассказывать IT-специалистам о своих историях, о том, как они работали с теми или иными кейсами, к чему это привело, какие технологии применялись, какие платформы, какие языки программирования, какие команды все это реализовывали. И вот это будет такая большая масштабная профессиональная конференция для людей, которые уже в IT-индустрии работают, для IT-специалистов. Мы создали блок для интересующихся людей, это вот, как я уже помянул, например, учащиеся старших классов, обучающиеся техникум в колледже, те люди, которые думают о выборе специальности. Эта площадка называется «Цифрограмма», и там будет рассказана она о информационных технологиях простыми словами. О том, что из себя представляет искусственный интеллект, большие данные, квантовые вычисления, об этом все будет рассказано широкой аудиторией, достаточно простыми словами. И на этой площадке также учебные заведения смогут себя презентовать для того, чтобы ориентировать будущих абитуриентов на обучение в своих стенах. Но форум, он объединяет, я уже сказала, бизнес, государство и общество. Общество, вы рассказали, кого мы имеем в виду, кто может прийти на форум. Бизнес – это вы и другие организации, которые с вами участвуют. А вот какова роль государства в этом мероприятии? Ну, во-первых, государство выступает в лице Министерства экономического развития региона. Оно выступает одним из организаторов. Оно также спонсирует это мероприятие, потому что наше региональное правительство заинтересовано в том, чтобы IT-индустрия в регионе развивалась. Также в первый день будет организована специальная секция, которая называется «Цифровое государство», и она будет посвящена тому, как менять сферу государственного управления в лучшую сторону с использованием информационных технологий. Ну, например, про портал Госуслуг слышали все, и это очень удобно, это действительно облегчило нам, всем людям в нашей стране жизнь, и это пример практического применения информационных технологий в госуправлении. И таких примеров нужно делать, ну, нужно, чтобы таких историй было больше, и, в общем, вот в этом интерес нашего правительства тоже есть. Давайте сделаем упор для начинающих. Какие сегодня тренды, как Вы уже сказали, будут пользоваться популярностью, и на что делать акцент, например, у подрастающего поколения? Ну, я бы сказал так, что перспективно и интересно связывать свою профессиональную жизнь со сферой информационных технологий. Информационные технологии – это не только разработка программного обеспечения, не только, как говорят, написание кода, но там еще есть много других ролей и других профессионалов, которые очень нужны. Аналитики, специалисты по тестированию, специалисты по поддержке и развитию приложений, инфраструктуры и так далее, руководители проектов. И в целом IT-индустрия растет сейчас гораздо быстрее, чем наша система образования успевает готовить кадры. Поэтому мы наблюдаем такую тенденцию, что… Разрыв, получается? Да, да. Что с ним делать? Мы наблюдаем такую тенденцию, что люди, которые получают непрофильное образование, в последующем конвертируются в айтишников. Ну, не прямое айтишное образование, в последующем они конвертируются в айтишников. Почему? Особый склад ума имеет? Или в чем суть? Ну, во-первых, это интересная работа. Во-вторых, это перспективно с точки зрения заработных плат, потому что в IT-индустрии зарплаты выше среднего. Это все знают. И многих это в том числе мотивирует на то, чтобы войти в этот мир и развиваться профессионально здесь. Ну, это какие должны быть способности? Математические, чтобы разобраться? Способности… Более точно. Какие должны быть, Даня? Должны… Ну, скажем так, выпускники математических факультетов очень легко и комфортно себя чувствуют в индустрии информационных технологий. Нужен, скорее, инженерный склад ума, я бы так сказал. Нужно умение алгоритмизировать, держать в голове последовательность операций и умение это все излагать в том или ином формате. Ну и нужна такая любознательность, умение фокусироваться на задачах. И очень важно, конечно, тот набор еще софт-навыков, таких как софт-скиллов, как сейчас говорят. То есть потому что мы уже отошли от той модели, когда программист был такой букой в очках, который ни с кем не разговаривал, сидел в подвале и в рваном свитере. Сейчас айтишники должны быть коммуникабельными, все работают в режиме agile command, все должны уметь общаться друг с другом, рассказывать о своих задачах, высказывать свое мнение, аргументированно дискутировать. То есть вот софт-скиллы для айтишников тоже важны. И на форуме у нас во второй день будет отдельная секция, посвященная развитию софт-навыков. Ну, то есть они должны представлять нечто похожее на ваш образ, когда вы совершенно свободны и легко говорите об айтих технологиях, в том числе с людьми, которые в этом ничего не понимают. Мне приятно, да, но в общем хотелось бы, чтобы в плане коммуникации были открытые люди. Ну хорошо, допустим, мероприятие пройдет всего два дня, 27-28 сентября. Многие придут к вам, что-то новое для себя узнают, а что дальше, к какому результату вы готовитесь? Ну, как измерить успех мероприятия? Ну да, да. Ну, во-первых, это количество людей, которые форум посетит. То есть если залы будут полны, это значит, что мы сделали правильные акценты и правильно позиционировали мероприятия и вызвали живой интерес. Второй момент – это обратная связь. Все эти мероприятия сопровождаются сбором обратной связи и по ходу проведения мероприятия, и после мероприятия, потому что материалы, собранные по ходу форумов, они будут выложены в интернет. Созданы специальные сайты, группы в социальных сетях для этого. И, собственно говоря, по комментариям в этих социальных сетях, по количеству лайков, дизлайков и так далее, мы тоже поймем, какую обратную связь нам люди дают. И третий момент – это, наверное, регулярность форума. Мы хотим, чтобы он был регулярным, как я сказал, чтобы это мероприятие проводилось каждый год, в сентябре месяце. И, в общем, если мы соберемся в следующем году и будем обсуждать Digital Days в Твери в 2020 году, то это значит, что в 2019-м все прошло успешно. Для тех, кто хочет зарегистрироваться, куда можно будет подойти? И действительно ли этот форум открытый? Это открытый форум. Любой желающий может зарегистрироваться как гость. Участие в форуме бесплатное. Существуют специальные форумы регистрации на сайтах digital.difizdays.ru и newitfest.ru. Также любая компания может подать заявку на участие в роли партнера. Для этого тоже на сайтах существуют специальные формы. Для того, чтобы стать партнером форума, необходимо подготовить либо доклад, либо стенд для выставки, который соответствует концепции мероприятия и уровню. Если доклад или стенд будут утверждены комитетом программным, то компания тоже совершенно свободно, совершенно бесплатно сможет стать партнером форума и пользоваться привилегиями партнеров. Ну что же, большое спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на все вопросы. Мы обязательно будем освещать форум Digital Days, который пройдет с 27 по 28 сентября в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском, 29. На этом пока вся информация. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»